А там не болото унизу, нормально пройти можно? Доброе, дорогу, какую вы катались здесь, увозили в Бербяне. Ах, добро. Бабушку Василину, соседку журналистов Жени Манцевич и Веросня, мы нашли у бабушки Нонны. Они сидят на солнышке на скамейке возле старого сарая, на улице по-осеннему холодно, но здесь в тиши хорошо. Баба Василина напоминает генеральшу. Кажется, ей давно известны все тайны не только родной Лоховщины и соседних деревень в Воложинском районе, но и вообще всей вселенной. У микрофона Маша Колесникова и это подкаст Еврорадио Village People о людях, которые бросили город и уехали спасать деревню от вымирания. Раньше в Лоховщине было 50 дворов. На холмах паслись коровы, в огородах красовалась капуста, пахло флоксами. Но местным хотелось лучшей доли для своих детей, поэтому отправляли они своих сыновей и дочерей в город. Да отправлялись для того, что в настоящее время баба Василина с бабой Нонной могли бы остаться в деревне последними жительницами, если бы в 2011 году сюда не переехали Женя с Вера с ним. После кругосветных путешествий и жизни в Варшаве и Нью-Йорке пара увидела холм, вид на который открывался из двора 100-летней хаты в Лоховщине и решила осесть именно здесь. Правда, к деревенской жизни надо было приспособиться. Кроме того, что я городской житель, я еще экстраверт, я очень люблю людей, а тут людей нет. И именно тут я открыл, что на самом деле, по-моему, нет никаких экстравертов и интровертов, потому что в зависимости от того, в какую ты среду попадаешь, ты такой характер развиваешь. И вот мне стало очень комфортно здесь. Вначале, конечно, да, я переживал, вот а где же все тусовочки, а как же я пойду на концерт какой-то. После Варшавы и Нью-Йорка этот Минск казался таким, ну, бледный какой-то такой копией. Поэтому от этого мы сильно не страдали. А движуху, все то, что обычно молодежи не хватает, можно мутить где угодно, если у тебя есть голова на плечах, там, руки. Постепенно Вера Синьжене привели в порядок дом, провели водопровод, посадили огород. Два года назад у пары родился сын. Женя говорит, что живет в идеальных для себя условиях. По умовах тут, ну, все идеально. Тут наотлепше умову, чем у городе. Потому что все есть канализация водопровод, пралка, посудомыйка. И еще плюс, ты выходишь во двор, можно там бежами выйти, и никто ничего тебе не скажет. Все твое земля. Мне кажется, что плюсы все ж таки переваживают. Коли что тычется, например, худкой. Мы пару разов выкликали худкой, удожжая, своложено за полгодины. Мне кажется, что у города так само прикладно может быть столько же худкой едет. Пара не чувствует себя одиноко в деревне. Во-первых, делает сайт Downshifter.by о таких же людях, как сами, бросивших комфортную жизнь в городе и поехавших спасать от вымирания деревню. Женя сейчас занимается ребенком, смотрит за небольшим огородом, а Веросинь привозит в порядок дома, еще создает и продает удивительные музыкальные инструменты, которые делает из подручных материалов. А летом Женя с Веросиним зовут друзей, собирают соседей и устраивают концерты. Кстати, соседей с каждым годом становится все больше. Кто-то приобретает дом, чтобы переехать в деревню, а кто-то приезжает только на выходные, на дачу. А в гоночку еду, то весь аллей, ступать. Я их лягу. Мне кажется, на Кроватии лягу. Все-таки человек живет. А так никого же не мать, только те шестачники, а мы только двоих. Я на город ездил, у меня два сыночка были в городе, был помер. Слухайте, а как вы думаете, что требует, чтобы люди вертались назад в везку? А кто поедет, только едут в лету, картошки посадят, помидоры эти. А тогда все в городе в квартире. А что там у этих квартир? Ну так на работу ходят, требуют работать. А что тут у колхоза рабиться, не будут сидеть. Добрый год, я грамотный, так само, я не там поеду, не что, не еду, подхалтурить. А так, сядешь, ничего не выехал, пенсионер, так и получай. Сражай так. Молодый что рабить-то так. Работы нема, колхоз за копейки будет рабить. Да и молодых-то нема. Одним из первых в Воложинском районе поселился минский промоутер Владимир Шаблинский. На своем хуторе он стал устраивать большие опен-эйры, которые привлекали большое количество посетителей. Ну а публика, в свою очередь, обратила внимание на красивый ландшафт Воложинщины, недорогую недвижимость, ну и до Минска 100 километров, рукой подать. Деревни начали заселяться. В Лоховщине сейчас, помимо бабушек, Жени и Вересня с ребенком, живет еще одна молодая семья. А в соседних Кощеличах поселилось тоже несколько новых семей. Одна из них – это семья Аруджа и Саиды. Аруджа и Саида приехали в Кощеличи в 2015 году, продав собственный дом около Лиды. На него наступал город с самосвалами и канализацией. Пара выращивает баранов и коз, еще занимается клубникой, недавно посадила вишневый сад. Летом, признается Аруджа и Саида, вообще некогда вздохнуть. Собственное подсобное хозяйство заставляет двигаться бесконечно. Мы заходим домой и просто валимся, падаем. Работы много. Вот весна пришла, начинается прополка. Это процесс такой, пока на одном поле сделал, ты неделю на одном трудишься, по 2-3 года пока уберешься каждый день. Другое за неделю уже зарастает. И так по кругу. Все и снова по кругу. Даже ремонт мы здесь не успели сделать, только начали. Потому что, а ведь было много, сенокос постоянно большой. За ними утром, вечером с ними надо по 2 часа как минимум гулять. То есть они забирают тебя полрабочкой дня. Мы сидим за столом, пьем чай с козьим сыром и чак-чаком. Это очень вкусно. Саида и Арудж сравнивают свою жизнь в глубинке с курортом. Мол, свежий воздух, пение птиц, косули за окном, куропатки зимой, живая работа на земле. Но ее надо любить, уверен Арудж. Вот это уже немножко, наверное, не каждому подходит. Потому что уметь организовать работу, найти себе и еще кому-то дать, но это не каждый может. Ну и надо просто любить работу на земле. То есть если тебе не в кайф ковыряться в этой земле, то надо ехать в город. Но если тебе не тяжело, приносит какое-то моральное отношение. Видимо, даже вот подгоняя. В 2005 году Александр Лукашенко подписал указ номер 150 о государственной программе возрождения и развития села на 2005-2010 годы. И вот таким образом большие деревни начали переделывать в агрогородки. Это такой новый тип поселков, в которых, согласно Википедии, сейчас будет такая сложная фраза, создана производственная и социальная инфраструктура для обеспечения социальных стандартов проживающему населению. То есть, простыми словами, в агрогородках обычно есть школа, детский сад, почта, сельсовет, медпункт, клуб, дороги закатаны асфальтом, из кранов течет вода, бывает даже горячая. Но не всегда. Молодые специалисты, например, приезжающие работать по распределению в сельскохозяйственный производственный корпоратив, так сложно теперь называют колхозы, вот могут сразу получить новый дом, который в народе величают президентским. Но возрождается ли деревня, как задумало государство? Жене с Верой с ним считают, что нет. Разучились люди, принимают что-то. Вообще тут нужны какие-то курсы предпринимательства, самые элементарные, потому что люди приходят на работу. По-белорусски тут по месту называется, это робить, робить на конторы. Просто робишь, ну и там гроши, ты просто вот работаешь где-то осиживать. А то, что можно, допустим, ну что-то самому сорганизовать, вот такие штуки вот люди не делают. Они просто уже, по-моему, забыли, что это такое. Никто вот особо не шевелится. Конечно, новые люди приезжают, есть кто-то в какой-то бизнес в селе, по-круссадьбы. Но это уже новые люди. Вот старые люди, старая формация, они не представляют, что такое. Они ходят в конторы и ждут, пока будет пенсия. Вот на пенсии на степи счастья. Ну и новым людям было бы на шмак простей, когда изменилось и законодавство в этой сфере. Потому что все равно это про силу все отбывается. Столько всего требует уличить и столько всего нельхозрабить. Только потому, что вот так у нас система побудована. Это был подкаст Village People о белорусах, которые переезжают жить в деревни для того, чтобы их спасать от вымирания. Автор подкаста – журналист Маша Колесникова. Звукорежиссер – Павел Курза. Подкаст сделан при поддержке медиасети.